Пуховый платок, бескрайние степи и, конечно же, газ. Пожалуй, это главный символ Оренбуржья. Впервые голубой факел загорелся в нашем регионе еще в 60-е годы. И до сих пор Оренбуржья по добыче этого ресурса занимает третье место в России. А это значит, что наш регион, как никто другой, нуждается в квалифицированных бурильщиках, дизелистах и лаборантов. Вы спросите, где и как их готовят? Ответ на этот вопрос мы вместе с вами найдем в ближайшие 10 минут. Меня зовут Алина Волохова, и мы приглашаем к экранам тех, кому еще предстоит сделать свой правильный выбор. Одной из главных альмаматор нефтяников и газовиков стал нефтегазоразведочный техникум в Оренбурге. Его история началась почти полвека назад. Сегодня это одно из крупнейших учебных заведений нашей области. Ежегодно с техникум выпускаются около 200 студентов. Кроме того, работают филиалы в Сорокташском районе. Профессия настоящих мужчин. На каждом курсе более 300 студентов, и подавляющее большинство из них – сильная половина человечества. Они точно знают, как работают нефтяные и газовые скважины, и чем отличаются двигатели буровых установок. Здесь можно делать все то же самое, что и делают на буровых. Менять компоновку незабурильной колонны, менять диаметр долов, телесистему. А еще настроить плотность бурового раствора, проверить ход насоса в минуту и диаметр бурения. Лев – студент четвертого курса. Уже сегодня он стал наставником для тех, кто только открывает для себя профессию. Молодой человек признается, вопрос, кем он хочет стать, для него решился еще в раннем детстве. Я выбрал эту профессию, потому что еще мой дед работал на буровой. И когда моя бабушка это рассказывала, меня очень привлекла эта профессия. Он сам был бурильщиком, и меня это вдохновило. Вдохновляет студентов и то, что еще во время учебы они работают на профессиональном оборудовании. Условия максимально приближены к рабочим. И пока Лев демонстрирует тренажер для бурения, в соседнем классе студенты изучают процесс проводки скважины. Бурение, промывка, спускоподъемные операции – и все это благодаря компьютерным технологиям стало доступно в режиме реального времени. Практика для студентов является одним из важнейших элементов, который необходим в жизни любого студента, не только нашего техникума. Но спецификацией нашего техникума является то, что при прохождении практики наши студенты будут находиться в весьма сложных условиях. На данный момент мы используем новейшие инновационные технологии, которые позволяют изучать тот же материал, но в меньшей опасности. И при этом, когда студенты будут выходить уже на работу, они будут иметь необходимый багаж знаний, они не будут удивляться новым технологиям, они уже все это знают, со всем этим работали. Оренбургский нефтегазоразведочный техникум выпускает специалистов в многопрофильных, потому что настоящий бурильчик должен в любой момент выполнить работу любой сложности и устранить неполадки. Поэтому основное направление подготовки здесь, в том числе и слесарное мастерство. Есть в этом мужском царстве и очень женские специальности – аккуратность, точность и предельная сосредоточенность. Контроль химических соединений. Именно этим студентам предстоит проводить анализ воды, почвы и, конечно же, нефтепродуктов. В программе 12 предметов только по химии. Комплексный подход к обучению позволяет выпускникам проводить исследования любой сложности и без труда определять даже самые мизерные компоненты в растворе. Своё мастерство студенты нефтегазоразведочного техникума не раз доказали и на уровне всего региона. Знаком качества стали победы на конкурсе профессионального мастерства «Волтскилз». Уже второй год принимаем участие в конкурсе «Волтскилз». В том году у нас был четвертый курс, мы заняли третье место. Для нас это было первый раз, было достаточно волнительно, сложно, но девчонки молодцы, справились. Мы заревновались с Орском и Медногорском. В этом году помимо основных наших студентов мы еще готовили «Волтскилз юниор». Своя жизнь кипит и в творческой среде колледжа. Здесь будущие бурильщики, машинисты и лаборанты меняют спецодежду на сценические костюмы. Живет, живет, всего родное, поет, поет, силе гармон. Ансамбль «Синтез» впечатлил профессиональное жюри. Росэпиноград они уже привезли из Петербурга. Впереди финальный этап фестиваля в Сочи. Для меня это, во-первых, как душевный настрой. То есть это помогает мне учиться правильно, а ставить себя в обществе и найти определенный баланс в обществе. Сегодня в техникуме обучаются почти 1300 студентов. Более 70% из них на бюджетной основе. В нефтегазоразведочном техникуме Оренбурга 5 профильных специальностей. Специфику бурения нефтяных и газовых скважин, а также технологию аналитического контроля химических соединений, можно освоить за 3 года и 10 месяцев. Точно так же, как разработку и эксплуатацию нефтяных и газовых месторождений. А вот диплом оператора по ремонту скважин и машиниста на буровых установках можно получить на год быстрее. В прошлом году мы приняли более 800 заявлений. А нужно принять по плану всего 175 человек. Ведь все хотят получать достойную заработную плату. Нефтегаза в Тренбургской области еще на наш век хватит. Если что-то не хватает, сегодня востребованы севера, воровые платформы, вахтовый метод. Все, кто хочет работать, все устраиваются. И по рабочим профессиям, и по тем направлениям, которые поисковывают средне-специальные учебные заведения. Плюс ко всему более 30 дополнительных направлений. Слесарь, стропольщик, помощник бурильщика. Все эти профессии можно освоить во время обучения в нефтегазоразведочном техникуме. Кроме того, студенты могут получить и водительское удостоверение. Нефтегазоразведочный техникум – это целый студенческий городок. Все корпуса и общежития компактно расположились практически в центре города. Собственная территория позволила обустроить здесь и практическую базу. Прямо во дворе стоят учебные полигоны. Здесь представлена качалка СК-1500. Также установлено оборудование, которое применяется на нефтяных и газовых промыслах. Все оборудование действующее. Работа по обновлению технической базы техникума идет регулярно. На таких тренажерах студенты отрабатывают все технологические процессы. Комплексный подход уже принес свои результаты. Студентов нефтегазоразведочного техникума знают по всей России. В прошлом году мы принимали участие в региональном чемпионате профессионального мастерства. И в этом году планируем принять участие уже во Всероссийской олимпиаде в заключительном этапе, который пройдет в Ямало-Ненецком автономном округе. Нефтегазоразведочный техникум – не единственная кузница кадров в Оренбурге. Специалистов газовой и нефтяной отрасли готовят по всему региону. Если речь идет об областном центре, то долгожданное диплом можно получить в Оренбургском государственном колледже, а также в автотранспортном имени заслуженного учителя России Виктора Никитовича Бевзюка. Не придется далеко ехать и абитуриентам из западного Оренбуржья. Для них свои двери готов распахнуть в Бугурусланский нефтяной колледж, а также в Бузулукский строительный техникум. А на востоке будущих газовиков и нефтяников ждут в Ворском нефтяном техникуме имени героя Советского Союза Виталия Андреевича Сорокина. Нефть сразу после воды занимает второе место в среде жизненно важных ресурсов для всего человечества. Поэтому специалисты, работающие в этой сфере, получают не только богатые теоретические знания, но и особое внимание уделяется практике. Студенты нефтегазоразведочного техникума работают на производстве начиная с третьего курса. Вы только представьте, в цехах они проводят более четырех месяцев учебного года. Давайте приступаем. Накидываем, натягиваем. Это сутравуга, которая у вас в буре не будет. Называется свака. Почетный нефтяник России. В профессии уже более 45 лет. Сегодня Федор Михайлович передает свой опыт еще совсем юным ребятам. С нефтегазоразведочным техникум приходят каждый год. От 35 до 40 человек. Ребята, в принципе, очень добросовестные. Здесь мне нравится тем, что я встречаюсь со всем оборудованием, которое есть на буровых, на практике. И в дальнейшем при работе мне будет удобно и легче уже воспринимать. Ролейф выпускник, руководитель практики, уже предложил ему работу. Диплом нефтегазоразведочного техникума стал настоящим знаком качества. И это неудивительно. Это учебное заведение входит в 100 лучших по всей России. Один из тех, кто на деле доказывает уровень профессиональной подготовки – Алексей Шишкин. В его руках сотни жизней. Именно от этого оборудования зависит безопасность людей. Что сделать, чтобы предотвратить выброс воды, газа или нефти? Алексей знает наверняка. Опыт-то приходит со временем, но обучение у нас в заведении качественное, хорошие преподаватели, которые много лет, некоторые даже всю жизнь проработали на буровых, на различных скважинах. То есть связаны с этим непосредственно, а не где-то по книжкам. Особого внимания заслуживают зарплаты специалистов газовой и нефтяной сферы. Ни для кого не секрет, что эти профессии – одни из самых прибыльных не только в нашей стране, но и по всему миру. По данным Росстата, средний заработок – более 120 тысяч рублей в месяц. Однако у руководящего состава дохода могут достигать 600 тысяч. В то время как рядовые бурильщики и ее физики зарабатывают в районе 60 тысяч в месяц. Отметим, что это почти в два раза больше среднего оклада по всей России. Может быть, для кого-то покажется удивительно, но для студентов нефтегазразведочного техникума материальная сторона вопроса оказалась отнюдь не главной. И согласно опросу, свою профессию они любят прежде всего за романтизм и современность. Мы надеемся, что нашу программу и вам поможет сделать свой правильный выбор. Я же с вами прощаюсь и напоминаю, что найти все выпуски нашего проекта вы можете на официальном сайте ОРТ – media56.ru. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова